Друзья, давайте обсудим, что у нас было в среду и что нас ждет в четверг. Ну вот индекс доллара продолжает снижаться. Это, соответственно, связано с укреплением большинства валют по отношению к доллару. И это позитивно влияет на стоимость нефти и позитивно влияет на развивающиеся рынки, в том числе на наш. Так, ну я думаю, что в ближайшее время с такими темпами мы по индексу доллара сходим на 97,4. Ну вот на фоне такого движения у нас нефть торгуется в диапазончике. Она вот не пробила до конца 98, прошу прощения, 58,20, 58,2. Вот, и, соответственно, сейчас вот она торгуется в диапазоне 58,5-59,7. Вот на диапазончике она, соответственно, торгует. И в целом для нашего рынка это достаточно позитивно, такой диапазон по нефти. Вот, но я в ближайшее время ожидаю, что нефть пойдет на 60,6 вот сюда вот. И, соответственно, потом на 61,3. Так, ну если вот она уходит ниже 58,2, вот эта красная линия пробивает на растущих объемах и закрепляется, то перейдем в нижний диапазон 57,5-56. Вот, но пока я думаю, такой процесс он маловероятен, скорее всего. Либо дойдем вот сюда, вот 58,7, здесь проторгуемся и пойдем расти. Либо вот отсюда будет разворот и пойдет на рост. 60,6, потом 61,2. Так, это вот то, что касается нефти. Так, ну дальше вот курс доллар-рубль. Так, ну вот здесь, поскольку у нас индекс доллара падает, то, соответственно, рубль к доллару укрепляется. Тем более сейчас налоговый период идет до 24-25 числа. Так, вот у нас был растущий канал, который пробит вниз. И сейчас, соответственно, доллар пал на 64,07. Это вот поддержка локальная. Так, это часовой график и котировка USD рубль tomorrow. На дневном графике у нас еще сохраняется возможность для снижения доллара на 63,87. И вот есть сильный уровень 63,53,85. Но, я думаю, даже если нефть сейчас пойдет на 65, 68,71, вероятность того, что мы пробьем 63,55, она крайне мала. Скорее всего, то есть максимум мы вот сюда вот спустимся на 63,91, а может быть и вообще никуда не будем спускаться. Вот уже отсюда начнем отражаться и, соответственно, доллар будет расти к рублю. Вот текущая динамика такая вот, она связана с тем, что доллар ослабляется ко всем валютам и, соответственно, рубль не исключение. Но вот видим, здесь уже как бы он пришел на сильный уровень, здесь консолидироваться начал. И поэтому завтра, если не будет взрывного роста нефти, я думаю, наибольшая вероятность, что вот он пойдет на 64,25 и потом на 64,43 вот сюда вот. Так, ну вот с евро ситуация немножко другая. Евро и сам укрепляется к доллару. И поэтому по евро здесь получается у нас вот это восходящее движение, несмотря на налоговый период, оно продолжается. То есть евро оно сейчас получается в диапазоне, в таком вот устойчивом ходит, торгуется. Но это как бы связано с укреплением евро к доллару и других валют. Вот, и поэтому сейчас вот оно занимает такое промежуточное положение. Вот, надо, соответственно, если вы хотите евро купить, либо, ну, для того, чтобы купить, дождаться вот небольшой корректировки, снижения сюда вот к нижней границе и здесь покупать, ну, со стопом. И, соответственно, подход к верхней границе, если сохраняется вот эта вот игра в канале, в диапазоне, то, соответственно, здесь продавать со стопом и собирать вот на нижней границе здесь. Так, это котировка евро рубль tomorrow, часовой график. Так, дальше, индекс ММВБ. Ну, смотрите, вот ММВБ у нас начал отрастать. На фоне того, что там американский индекс, он не падает, держится. На фоне того, что нефть весьма прилично стоит, и индекс доллара ослабляется. У нас, соответственно, индекс наш идет на первая цель, это 2760, вот сюда вот. Соответственно, вот сюда, если он дойдет, дорастет, то здесь по факту того, как будет торговаться, посмотрим, то ли он пойдет на перехай, вот на этот, то ли он здесь будет отражаться и возвращаться на эту консолидацию. Так, дальше у нас идет, дальше у нас идет Сбербанк. Смотрите, по Сбербанку у нас здесь ситуация, сейчас она достаточно такая двоякая. С одной стороны, вот он начал расти, то есть у него растут объемы, есть наверху цели, к которым он идет, в частности, это вот 234,4 и 235,3 сюда вот. Но с другой стороны, вот сейчас он нарисовал такую двойную вершинку, вот. И, соответственно, если завтра не будет драйверов серьезных, то есть не будет роста по американскому рынку, по нашему рынку, если нефть начнет заваливаться, то вот из такой конфигурации высока вероятность возврата сначала вот сюда, вот 228,5, а потом, как бы, если будет, начнется здесь проторговка и будет пробить 228,1, то, соответственно, Сбербанк очень быстро откатится на 226,3 вот сюда вот. Ну, а, соответственно, если у нас сохраняется позитив, Сбербанк на повышенных объемах вот этот пробивает, проходит вот эту двойную вершину, фигуру, то, скорее всего, он пойдет в ближайшее время на 234,8, 235,3 вот сюда вот. Так, дальше у нас идет, дальше у нас идет Газпром. Ну, смотрите, по Газпрому здесь сейчас такой вот канальчик у него сформировался, и, соответственно, он в рамках этого канальчика и торгуется. Соответственно, вот здесь он оттолкнулся, это четырехчасовой график. И, соответственно, ждем, когда вот он сюда придет, если будет позитивный внешний фон, если нефть не будет падать, то, соответственно, он продолжит сюда движение. И вот где-то здесь 236 он должен корректирующее движение вниз канала сделать и потом, соответственно, вернуться в растущую фазу. Вот, поэтому в ближайшее время, я думаю, если сохранится позитив и нефть не будет обваливаться, то, соответственно, мы вот 237 подойдем и будем пытаться его пробить. Вот, ну а если как бы пробьет и начнет расти объем, то дальше уже в ближайшее время на 235,8 вот сюда вот. Так, это был Газпром. Дальше у нас идет, дальше у нас идет Северсталь. Ну вот смотрите, Северсталь сегодня она выросла, но этот рост он такой очень вяленький. Рост идет на снижающихся объемах, то есть падение на больших объемах, чем рост. Вот, плюс особо большой активности крупных игроков на покупку Северстали нету. Поэтому, скорее всего, Северсталь, она вот в этом диапазончике так и будет торговаться в ближайшее время 870-900. Ну, соответственно, здесь покупать, здесь продавать со стопами. Вероятность того, что сейчас она пробьет 900 и пойдет на 930-945, пока не очень велика. Вот, ну, соответственно, если вот этот уровень будет пробит на растущих объемах, то высока вероятность того, что в этой ситуации она пойдет все-таки 930-945 отрабатывать. Но пока как бы такой энергии не видно. То есть пока вот она просто в этом диапазончике стоит и торгуется. Так, вот у нас НЛМК. Из всего вот этого стального сектора самая сильная бумага сейчас НЛМК. То есть вот он пробил, вышел вот из этого канала, куда он падал. Вот, отработал. Вот немножко не дошел до вот этой первой цели 129,1. Вот сюда вот. Вот, я думаю, завтра, наверное, он ее отработает. И, соответственно, продолжит движение наверх. Вот у него ближайшая цель следующая 130,5. Но он может корректирующее движение здесь делать, вернуться на 127,6. Вот. Но в любом случае, если он не пробьет на повышенных объемах вот этот диапазончик 126,7, то, скорее всего, он у него не вернется, а, соответственно, будет вот здесь торговаться и с откатами продолжать рост. Ну, до каких он будет продолжать рост? Я думаю, в ближайшее время вот 130,5 он вполне может одолеть, если будет позитив. Если его не срежут и сюда назад не загонят. А дальше тогда посмотрим. В целом, как бы, эта бумага, она и стального сектора лучше всего выглядит. Так. Дальше у нас идет ММК. Ну, вот по ММК ситуация, она схожая с северсталью. То есть, бумага начинает расти, объемы падают. Вот здесь, на этой свечке, то, что объем рос, это не совсем считается, потому что, на самом деле, это была свеча раздача. То есть, вот здесь было накопление, здесь раздавали то, что здесь наторговали. Вот. Поэтому, в целом, здесь получается пока, как бы, как со северсталью, торговлю в диапазоне 36,14-37,96. То есть, здесь, соответственно, покупать со стопом, здесь продавать. Ну, или там, шортить со стопом тоже. Вот. Пока, как бы, основание для того, чтобы бумага пробила вот эту вот область, ее пока нет. То есть, ее слабо выкупают. Объемы, когда начинает расти, падают. То есть, ее пока вот здесь вот, по торговке, это и, скорее всего, будут держать какое-то время. Дальше наша бумага, лидер сегодняшний. Это, конечно же, Лукойл. Вот, был вопрос по поводу того, пора ли начинать его шортить. Ну, смотрите, здесь ситуация очень неоднозначная. Вот. С одной стороны, вот он пока своего перехая не достиг. 6000, который у него ранее был достигнут. С другой стороны, если мы посмотрим часовой график, у него здесь образовалась разворотная формация. Вот, пин-барчик он нарисовал. И дальше начал проседать. Правда, вот здесь такие свечи торможения возникли, хвостатые. И поэтому это указывает на то, что падение актива, оно недостаточно активно происходит. Вот, здесь смотрите, какой есть нюанс. Во-первых, 10-го числа инсайдер, инсайдерская покупка была по Лукойлу 10-го октября. Вот. Соответственно, то есть, ну, если инсайдер купил, значит, скорее всего, бумага будет расти. Потом Лукойл объявил о байбеке своих акций. Ну, когда акции осуществляет байбек, скупает свои акции, и, как правило, потом, после покупки, через год они автоматически гасятся, если на балансе висят. Или через три, по-моему, через год. Вот. Соответственно, количество акций уменьшается, их стоимость увеличивается. Поэтому байбеки, они всегда, как бы, увеличивают стоимость акции. Вот. И, с другой стороны, объявлено о дивидендах повышенных, 190 рублей. Поэтому здесь, ну, вот сейчас, с точки зрения свечей, можно шортить его стоп на 5803 ставить и ждать, когда она вот сюда вот отлетит на 5597. И даже вот сюда вот на 5400. Но с учетом того, что есть серьезный фундаментал, здесь ситуация 50 на 50. То есть, вот, если здесь зашортить, то, ну, с вероятностью 50% может сработать вот этот стоп, и она пойдет на 6000. Вот. А может быть, она сейчас развернется и пойдет, соответственно, сначала вот эта цель, потом вот эта цель. Пока, как бы, с технической точки зрения указывает на то, что разворот произошел. Вот. А с точки зрения фундаментальной пока еще не отработаны причины, с моей точки зрения. Ну, и плюс, если вот наш рынок завтра будет расти, Америка расти, наш рынок расти, нефть там в боковике или растет, как вы себе представляете, а Лукоил самая сильная сейчас бумага будет падать. Ну, это как бы немножко выходит за грамки, за рамки понимания. И, скорее всего, если как бы завтра рост нашего рынка Америки и нефти продолжится, то максимум вот сюда вот будет откат вниз. И, соответственно, она продолжит рост. Вот. Может быть, вот сюда вот от силы. Вот. Но с другой стороны, если завтра не будет сильного позитива, вполне как бы бумажка может скорректироваться сначала сюда, потом сюда. Вот. Тут, понимаете, в чем дело. Сейчас достаточно сложно говорить о том, пора ее шортить, не пора. Вот смотрите, когда мы вот были в этой области, и вот здесь я тоже ее зашортил, это оказалось последней точкой. То есть, когда она пробила диапазон, и здесь произошел пробой, она ушла вверх. Вот здесь, как бы абсолютно свободно можно было шортить, и говорить, что вот она торгуется в диапазоне, и там плюс-минус, она сейчас в диапазон вернется. Но здесь уже произошел пробой. И поэтому, в любом случае, вот когда такая игра начинается, это называется ловить падающую нож или летящую ракету. Поэтому здесь нет стопроцентной уверенности, что разворот произошел. Тем более, как бы вполне может осуществиться рождественская ралли, а эта бумага, она одна из лидеров роста всегда нашего рынка. Вот. Плюс еще ноябрь-декабрь, скорее всего, будет размещение IPO Saudi Aramco, и, соответственно, к этому моменту будут нефть разгонять. Вот. А Лукойл – это крупнейшая коммерческая компания в нашей стране, и поэтому ее тоже могут подразогнать под это дело. Вот. Поэтому у меня вот здесь нету точного ответа, скажем так, с высокой степенью вероятности, пора ли ее шортить или нет. Попробовать можно. Ну, там со стопом, например, 5820. Но сейчас, как бы, не факт, что бумага, она будет падать. То есть, ну, как бы, все причины за и против, они, на мой взгляд, уравновешивают друг друга. Но если все-таки шортить, то, соответственно, когда она начнет двигаться вниз, если она пойдет по такому сценарию, надо сразу стоп двигать следом, медленно. Потому что, как бы, бумага сильная, фундаменталу много позитивного. И поэтому, как бы, она, ну, может, как пружинка развернуться в любой момент. Вот, соответственно, вот такое мое мнение по Лукоеву. Я думаю, что если все будет идти к IPO с Ауди Рамка, наверное, в ноябре месяце ее, может быть, вместе с нефтью 6 тысяч и выше поднимут. Вот, это пока под вопросом. Посмотрим, как события будут развиваться. Но в любом случае, сейчас нужен какой-то корректирующий откат. Она не может все время расти. Вот, но тем не менее, пока вот с учетом, скажем так, сильного фундаментала, вот этот вот технический разворот, который свечки здесь нарисовали, он может не сработать. Но и с другой стороны, как бы ее сейчас покупать достаточно адвантажно. Потому что она может и развернуться. То есть она уже какое-то движение прошла достаточно значительное. Вот, и, собственно говоря, она уже недалеко от предыдущего хая находится. Поэтому, ну, я вот пока от этой бумаги воздержусь. Так, так, норильский никель. Ну, смотрите, норильский никель, вот здесь какой момент возник? Сегодня вроде как растут цены на палладий, там 1% с копейками, но сегодня сильно снижаются цены на никель и снижаются цены на медь. Никель – это основной продукт норильского никеля. Он, ну, ключевую долю занимает. Вот, и, соответственно, если завтра этот тренд продолжится по никелю, то вполне как бы даже на растущем нашем рынке мы можем увидеть снижение норильского никеля на сюда вот 1500, 15880, вот сюда вот. Вот, а дальше, соответственно, если будет дополнительный негатив, начнет расти объем, и, соответственно, он сходит на 15. Вот, ну, а если завтра никель отскакивает вверх и наш рынок продолжает рост, то вполне как бы мы по норильскому никелю увидим движение на 16,227. Вот, и, возможно, потом тестирование 16,394 вот сюда вот. Так, следующая бумажка у нас – это Яндекс. Так, смотрите, ну, Яндекс вот у нас он сейчас… По Яндексу в чистом виде идет канальная игра. Вот, соответственно, он подошел к нижней части канала. Здесь, соответственно, его логично покупать со стопом. Вот, и ждать, что он пойдет вот сюда, в верхнюю часть. Вот, и, соответственно, здесь продавать, разгружать позицию. Но, если вот сейчас он пробьет 1940 на растущем объеме, то он очень быстро окажется на 1903. И такое движение, оно, скорее всего, приведет к последующему движению с растущим объемом на 1850, а оттуда уже открывается дорога на 1300. Поэтому, как бы, если он остается в этом канальчике, внизу канала можно со стопом купить, вверху продать. И также вверху можно продать со стопом, и внизу откупить. Так, это по Яндексу был часовой график. Дальше. Магнит. Вот, смотрите, по магниту здесь очень интересная ситуация. Вот это дневной график магнита. Здесь вот свечная формация на растущем объеме, который указывает на то, что произошел разворот вверх. Кроме того, как мы знаем, там значительной долей пакета владеется ВТБ, а акции эти учтены на балансе у ВТБ. И, соответственно, проседание стоимости негативно влияет на баланс банка. И поэтому здесь, возможно, помимо роста нашего рынка, уже и сам, как бы, ВТБ подключился к игре в эти акции для того, чтобы, ну, их совсем не уронили. Вот, соответственно, если вот эта разворотная модель, мы не ошиблись, а с очень большой степенью вероятность это разворотная модель, то, соответственно, у нас ближайшая цель движения будет 3300 вот сюда вот. Вот, и, соответственно, если здесь закрепляется, начинается рост объема, то быстро он пробьет 3470 вот сюда вот. И если здесь будут драйверы, будет рост объема, то, скорее всего, пойдет и выше вот сюда вот 3559. Но дальше посмотрим. Пока, как бы, исходя из картинки, бумажка развернулась. Вот, но в любом случае, если ее покупать, надо помнить, что стоп вот должен где-то стоять 3103 вот здесь вот. Вот, ну и плюс все-таки он не допадал. Вот у него сильный уровень 2874. Вот он пока не допадал, но развернулся раньше. Что ж, такое бывает? Бывает так, что невыгодно бумагу топить, и кто-то бросается на спасение. Дальше ТАТ нефти. Вот, смотрите, по ТАТ нефти здесь у нас ситуация такая, что она подошла вот сейчас к верхней границе своего канала, в котором она торговалась после отсечки. Соответственно, если продолжится позитив по нефти, по Америке, по нашему рынку, скорее всего, ее вытянут отрабатывать 719 вот сюда вот, и потом, возможно, закрывать ГЭП. Но, если будет ситуация, внешний фон негативная или нейтральная, вот она сейчас фактически сформировала двойную вершину и нарисовала разворотную модель. Поэтому отсюда она, скорее всего, пойдет вот сюда вот, на 694. Вот, а здесь, соответственно, получается достижение реакционного дна у двойной вершины, и, соответственно, если она отсюда начнет падать, выходить вот из этого реакционного дна на растущем объеме, то ее очень быстро свозят на 680,5 вот сюда вот. Вот. Такое видение вот от нефти обычный. График часовой последний. Так, следующая бумажка Алроса. Вот, смотрите, Алроса упала, сильный уровень не пробила, и здесь вот ее начали очень мощно выкупать. То есть вот здесь идет очень активный выкуп, и она поэтому растет. Пока она дивидендный ГЭП свой не закрыла, но с такими темпами она вполне может завтра закрыть. Вот если она закроет свой дивидендный ГЭП, и объемы будут расти, то есть она 73 проколит на растущих объемах, то бумажка, скорее всего, очень быстро пойдет на 74, и, возможно, ее даже укатает на 75,7 наверх. Вот. Но, соответственно, если она здесь начинает разворачиваться на растущих объемах, и уходит под вот эту линию 71, и объемы продолжают расти, то, скорее всего, она вот так и останется в этом диапазоне 67,1-71 торговаться. Вот. Поэтому, ну, по ней ситуация, она достаточно такая необычная, с моей точки зрения, потому что бумага, она фундаментально слабовата, конечно, очень слабовата. Так. Ну и следующая бумага, вот вопрос был по Аэрофлоту. Вот Аэрофлот, он здесь проторговался, сейчас начал расти, и у него стоит на повестке дня преодоление сильного уровня 104,8. Соответственно, если этот уровень на повышенных объемах он пробивает, то и здесь закрепляется, то у него ближайшие цели будут, это 106,3 и 109,1. Вот здесь вот. Если он здесь начинает отражаться, то есть его прокалывает, там объем падает, начинается движение откатное назад, то он очень быстро вернется на 100,8. Вот сюда вот. Вот такое мы видим по основным бумажкам. Спасибо за внимание. До свидания.